всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня отправимся в секонд-хенд зигзаг удачи в городе калуга и опять я попала на скидку 50 процентов так получается что это мой любимый секонд-хенд и на скидку 50 процентов я стала попадать чаще так как обычно начинаю просмотр с кожаных изделий и примеряю курточки в этот раз попалась вот такая но она мне только нараспашку размер был с поэтому села вот так но в принципе интересная неплохая по-моему сделанная в корее и еще вот такой то ли тренч то ли пиджак замшевый одна штука но у меня здесь смутил вот этот воротник уж очень он выдает его возраст а так в принципе симпатичный и в хорошей сохранности и мешок в комплекте сохранился в общем интересный но убрать не стала дальше пошла посмотреть что из обуви осталось на такой скидке понравились вот эти массивные ботиночки но у меня таких уже в принципе достаточно в разных цветах но эти кстати были зимние на утепленочке так еще одни полусапожки тоже уже на утепленке стали завозить уже и зимнюю обувь и демисезонную снимала я это еще в середине сентября и вот такой был ассортимент лоферы такие обычные кожзам но в хорошем состоянии в принципе бежевый такой классический цвет но к сожалению один уже был потерт необычные ботильоны вот такого формата с таким вот вырезом интересным спереди и металлической частью спереди высокие замшевые сапоги на скрытой платформе вот такой очень интересная подошва с черепушками оказалось такие достаточно увесистые но также попадаются до сих пор летние модели вот такие босоножки например меня привлекли они такие перламутрового красного цвета центром что ты но это что-то итальянское это не то центра в которой мы знаем как я понимаю было несколько пар вот такой обуви конечно я не очень поняла ее но однако же они были но оценили тоже не дешево кеды с серебряным цветом я когда-то хотел серебряные кеды но сейчас уже пожалуй откажусь передумала нашла себе белые кроссовки так это у нас был джеокс но это скорее всего что-то детское потому что размер маленький на липучках это чаще всего что-то детское прошлось по верхней одежде нашла вот такое пальто на примерку долго я в нем крутилась вертелась в принципе уже хотела даже брать но все-таки решила отказаться потому что примеряю я все-таки на маечку на маечку она нормально вот споддеть какой-то свитерок уже мне кажется будет тесновато можно вот так вот поднять вратник стоечку на валбелесе кстати вот нашла этот бренд и цены там от 16 тысяч на пальто и еще примерился вот такой что-то типа жакета пиджака не знаю как это назвать кардигана спереди на завязках на шнурочках 19 процентов шерсти в составе что-то такое интересное на обратном пути уже в примерочную решила еще раз глянуть оба вдруг что-то появилось и попались мне вот такие полуботиночки скажем так копытки я давно себе хотела что-то подобное найти для некоторых комплектов которые я составляю и вот они мне понравились но были сомнения смогу ли я ходить на таком высоком каблуке и платформе поэтому в примерочной я решила постоять покрутиться в них и примерять все вместе с ними примеряла вот такое платье но она очень из хлипка его трикотажа дальше примерилась вот такой боди но здесь очень глубокий вырез что видно белье напоминает мне какую-то спортивную форму вообще я подобрала вниз вот такую юбку ну как подобрала более-менее чтобы сочеталась это вот эта юбка из примерки была и напоминаю себе какую-то болельщицу из группы поддержки спортивной вот такой в таком комплекте юбка типа твидовой интересно в принципе но все-таки не тот формат как я хочу найти продолжаю искать какие-то базовые водолазки но хотелось бы чтобы в них было содержание хотя бы минимальной шерсти но это не тот вариант это просто такая хлопковая можно сказать и здесь меня смутил еще вот этот недофонарик рукав на так в принципе вот такой формат будем искать также еще трикотажную юбку себе попалась вот такая в косы внизу валан идет но она очень очень как-то странно на меня села во-первых в талии она мне великовато было во вторых да облепила так хорошо ну что поделать что есть дальше примерила вот такую блузку интересную от бенетон и что интересного не то что рука для рукава подразумевают запонки кто знает я запонки коллекционирую давно ищу рубашку под это дело примерила ее с вот такой кожаной юбкой серый в принципе неплохо на камеру смотрится но в жизни она мне все-таки велика в поясе и это не совсем то что я хотела бы хотя кожаную юбку я ищу это чуть не споткнулась на этих вот своих копытках на эту же рубашку надела сверху жилетку тоже хотела поискать какую-то это было без опознавательных знаков но я думаю это акрил что-то типа заказанного с вб или с алиэкспресса но просто решила пример посмотреть как мне такой вариант особенно с рубашкой рукава на распашку если можно так сказать потому что вот запонок нет и еще одна кожаная юбка в принципе тоже интересная бренд недешевый но тоже крутилась вертилась и решила что это все-таки не та модель которую я хочу что-то меня в ней смутил не помню то ли вот эти глубочайшие карманы которые почти до колена то ли в талии она мне тоже еще великовата была в общем от нее решил отказаться рубашка мне конечно эта блузка тоже прям в натяг практически в некоторых местах но решила взять за такие деньги хотя бы пока ее чтобы хотя бы пофоткать попримерять запонки и еще одна жилетка нашлась на примерку с таким леопардовым розовым принтом но уже укороченная тоже без опознавательных знаков и примерила ее с вот этой юбкой принципе неплохо все засочеталось как по мне но все равно не то пальто и жилетку все-таки хотелось что-то чтоб было с шерстью продолжаю разминать свои ноги и ловить ощущение нормально мне в этих ботинках или нет и последнее что я примерила это вот такой наверное верх от пижамы шелковой потому что халатом это вряд ли назовешь слишком короткий здесь 70 процентов шелка и если бы я нашла низ от нее штаны я бы ее наверное забрала потому что очень приятно и к телу вот такие у меня были находки вот с таким чеком я вышла вот такой мини забег получился сейчас покажу что купила купила оксане шляпу свете вот такую косынку шерстяную себе все-таки забрала эти копытки взяла ремешок ради фурнитуры и вот эту блузку для запада на этом у меня все спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока пока